Что у нас сегодня будет? Мы сегодня начинаем новую тему, усилительную геометрию. Мы обсудим основные геометрические понятия и поговорим про выпуклую оболочку в 2D. Так, геометрические понятия. Начнем с самого простого. Точка, отрезок, вектор. Точка задается или двумя, или тремя координатами. Вектор тоже. Отрезок это пара точек. Точки можно вычитать, получается будет вектор. Соответственно, к точке можно прибавлять вектор, получаем другие точки. Вектора можно складывать и вычитать, как обычно. Вот, скалярное произведение. Как вычислять? Если у нас есть два вектора, скалярное произведение. Это поварное произведение, ее сумма. Поварных произведений, его координат, длина – это корень скалярного произведения, вектор на самого себя. Есть свойство, что скалярные произведения это произведение длин на косинус угла между ними, поэтому, зная только скалярные произведения, умея вычитать, зная только координаты, можно легко посчитать косинус угла, как скалярные произведения, деленные на корни из двух скалярных других произведений. Это если понадобится. Нам вообще не понадобится считать практически. Векторное произведение. Тоже важная штука, которой мы будем пользоваться и в 2D и в 3D. В 2D у нас это произведение координат такой перекрестное x1, y2 минус x2, y1, а в 3D это тоже такая штука, определитель такой матрицы, где ИЖК это направляющие вектора, базисные вектора. Свойства есть, что длина векторного произведения, модуль векторного произведения, это произведение длины векторов на синус угла между ними. Так можно получить синус и в 2D и в 3D. Вот этот вектор, который в 3D является вектором произведения, он прибитегулярен вектором А и В. Поэтому им удобно, с помощью него удобно вычислять, например, нормаль плоскости. Если у вас есть три точки на плоскости, или, не знаю, что там, эти точки как-то заданы на плоскости, а, допустим, на уравнении плоскости нет, то можно взять векторное произведение и вы получите нормально. Реверка перпендикулярности. Вектора перпендикулярны и их стихискалярное произведение равно нулю. Но вот сравнивать, так как у нас числосплавающая точка будет в основном, сравнивать на ноль, конечно, нельзя. Когда работают с геометрией, вводят специальный эпсилон, вводят специальную константу эпсилон, договариваются о ее значении и пытаются везде правильно сравнивать. То есть сравнение на равенство каких-то значений практически нигде не бывает в геометрии, и бывают сравнения с каким-то эпсилоном, и они по-разному, в зависимости от того, какие у нас задачи. Если в задаче есть какие-то ограничения на координаты естественные, то там, если это ограничение, например, тысяча, например, то можно использовать фиксированные эпсилоны для всевозможных произведений или для сравнения сумм, разницы, чего угодно. Вот. Тут такой простой пример. Взяли эпсилон десять минус шестой, и тогда там, чтобы проверить, что скалярное произведение равно нулю, мы проверяем, что скалярное произведение на самом деле меньше, чем эпсилон. Значит, что они почти, наверное, преподигулярны. Да, почему мы обо всем этом говорим? Потому что у нас числа в складочной точке хранятся с какими-то погрешностями. Точнее, не то чтобы с погрешностями, а у нас операция с погрешностями. Известно, что 0,1 плюс 0,2 не равняется 0,3. Вот. И если захочется к единице прибавить маленькое число, то меньше, чем десять минус тринадцатый или пятнадцатый прибавить не получится. Векторат параллельны. Соответственно, когда про перпендикулярность поговорили, мы поняли, что нужно проверять скалярное произведение, а если проверить параллельность, то для этого нужно проверить векторное произведение. Если векторное произведение равно нулю, точнее сравнимо с нулем относительно x, то считаем, что наш векторат параллельно. Вот еще важная штука, как проверить знак поворота, угол поворота. Как проверить поворот между векторами, что один векторат параллельно второго, если в 2D, повернут, образует по правилам мурачек левую и правую пару, но в контексте задачи всегда понятно, что хочется сравнивать, то можно померить синус угла, можно померить в 2D всякие там арксинусы и прочее, вычислить углы. Этого делать, конечно, не надо. Для того, чтобы понять, как, грубо говоря, вектор находится слева или справа один от другого, нужно проверять знак векторного произведения. Прямая. Прямая насветка будет встречаться. Вообще прямая — это множество точек, заданных вот так параметрически. Обычно задается некоторая точка, через которую проводится прямая, и вектор направления прямой, как в 2D, так и в 3D. В 2D для прямой можно указать уравнение. Одно уравнение, соответственно, в 3D нужно было бы тогда два уравнения указывать. Одно линейное уравнение и до x плюс by y плюс c равно нулю. То есть на все решения это уравнение — это точки на прямой. плоскость — это множество точек. Тоже также задается, может быть, задано параметрически. Относительно некоторой точки P у нас всевозможные точки, равные P плюс некоторый параметр на V1 на два вектора. Да, и есть два вектора направляющих. Не направляющих, а два вектора, которые описывают плоскость. Естественно, они не должны быть коллинеарны. Эти два вектора, мы получаем всевозможные суммы, взвешенные этих векторов, прибавляем к точке и получаем всю плоскость. Плоскость в 3D можно задать также одним уравнением, как прямую в 2D. x плюс by y плюс cz плюс d равно нулю. Да, еще очень интересное такое замечание, что если посмотреть на уравнение этой плоскости и на коэффициенты a, b и c, то эти коэффициенты — это по факту… Если взять вектор, составленный из этих коэффициентов, то мы получим нормальную плоскость. Аналогично для прямой. x плюс b и x плюс c равно нулю. Если взять эти коэффициенты a, b, то получится нормальный прямой. x плюс b и x плюс c. Так, вот. Все, мы поговорили про основные понятия. Переходим теперь к теме нашей сегодняшней лекции, к выпуклым оболочкам в 2D. Что мы будем делать? Мы будем строить выпуклые оболочки на множестве точек. Вот, у нас есть множество точек. Не обязательно с этим, должно быть множество точек. Выпуклые оболочки. Она может быть применена к произвольному множеству, как в 2D, так и в 3D. Мы хотим построить именно выпуклые множества. И, когда мы будем говорить о выпуклой оболочке, мы будем говорить о минимальной выпуклой оболочке. То есть здесь вот на второй картинке это просто некоторое выпуклое множество, содержащее синие точки, а на правой картинке минимальная выпуклая оболочка, которая является для конечного множества точек, она является многоугольником. Выпуклое множество... Вообще, что такое выпуклое множество? Надо определение, чтобы было. Вот. Это множество, для которого выполняется следующее. Если взять произвольные его две точки, то весь отрезок также должен принадлежать этому выпуклой множеству. Соответственно, так доказывается, когда можно доказать, что, например, круг, окружность замутрия, то есть множество точек, удаленных от некоторого центра, не более чем на какое-то расстояние, оно выпуклое множество. Как замкнутые, так и не замкнутые, кстати. Вот. Еще есть важное свойство у выпуклых множеств. Это существование касательных любой граничной точки. В 3D это существование плоскости в любой граничной точке. Прежде чем говорить про дальнейшую вычисление выпуклых точек, давайте подумаем, зачем они, в принципе, нужны. часто решаются задачи какие-нибудь геометрии, когда нужно обработать пачку точек, писать некоторое множество, некоторые многоугольники. и они бывают довольно сложными. Вот, например, хочется описать зону в Яндекс.Драйве, когда мы хотим указать, там есть тарификс, когда мы указываем точку А и точку Б. и вот ставим точку Б. И алгоритм хочет сказать, что ага, стоимость поездки на этой машине, которую вы сейчас выбрали, в точку Б будет 280 рублей. При этом вам можно будет оставить машину вот в некоторой области. Я отрисовываю эту область. Если посмотреть, эта область, она очень так вот по-особому устроена. Это выпуклая оболочка для упрощения. И в этой выпуклой оболочке можно заметить, что у нее углы, эти вот границы выпуклой оболочки, они находятся в основном на дорогах. И потом дальше перескакивают с дороги на дорогу. И примерно становится понятно, что это какое-то расстояние от точки Б, которое можно проехать не более, чем за сколько-то. Или пройти, или проехать. Там по-разному бывает, если я правильно понимаю. Что это за расстояние? Это на самом деле выпуклая оболочка из охроны. Из охрона очень прикольное понятие, про которое мы особо говорить не будем, просто оно интересное. Это множество точек, достижимых из данной некоторой фиксированной точки за ограниченное время. Тут есть картинка, где сравнивается из охроны достижимости точек на автомобиле из Парижа и из Москвы. Я не знаю, за какой-то год в ЗИТО, вот розовенькое, самое внутреннее, это за сколько, куда можно уехать за один час, там, следующий, это сколько, куда можно уехать за два часа, касая закраска. Потом вот такая закраска, это за сколько можно уехать за три часа и вот желтенькое, куда можно уехать за четыре часа. Вот можно в Лондон уехать за три часа, удивительно, из Парижа в Лондон, через этот туннель. За четыре часа можно даже в некоторый пригород в Лондон уехать. Но при этом до Испании не доедешь. Ты не доедешь? Нет, вроде не доедешь. Ну, видно, что в России, я так понимаю, это такой же масштаб, в России из Москвы гораздо хуже, там нет автобанов нормальных. Вот есть вот, кстати, не видно, почему, в Чемного Рига здесь так сделано. Может быть, это какая-то более старая карта, не знаю. Интересно. Вот, почему я говорил, что вот из охроны полезная штука, но чтобы ее использовать, например, в драйве, вокруг нее строят выпуклую оболочку. Как можно строить выпуклую оболочку в 2D? Он говорит, ну, вот есть много разных алгоритмов. Джарвис и Грехом мы сейчас пройдем, обсудим и разберем полностью. Эндрю алгоритм будет разобран на семинарах. Еще немножко чуть-чуть поговорим про методы разделяя и властвуй. Все эти алгоритмы более-менее работают за n-logan. Более-менее, потому что для Джарвиса в худшем случае все равно может быть n-квадрат, а остальные гарантированно на семинарах. Начнем с Джарвиса, как одного из самых, наверное, простых, известных и про которого часто говорят. Как он работает? Выбираем начальную точку, например, точку с минимальной координатой по оси у. То есть, это точка номер 2 будет. И дальше начнем делать. Ищем следующую точку перебором оставшуюся точку. Убираем такую, так, чтобы все остальные лежали слева от нее. Мы идем от точки 2. 9 не подойдет, потому что 5 лежит справа от нее. В том смысле, что угол поворота, если считать от этой начальной точки, он должен быть положительным между тем вектором, который мы выбираем и всеми остальными векторами ко всеми остальным точкам. Ложительность, конечно, мы должны сравнивать с помощью, не с помощью его вычисления самого угла, а с помощью векторного произведения. Куда у нас нам потребуется выполнить всего два произведения, одно сложение и одно сравнение, чтобы сравнить две точки. Когда мы перебираем все точки, что мы делаем? Мы на самом деле ищем минимум. здесь можно написать какой-нибудь поиск минимума с лямбой, которая сравнивает два вектора. Так как здесь сравнение транзитивно, то получается все хорошо, мы найдем минимум тот вектор, относительно которого все остальные будут слева. Дальше для точки 5 то же самое делаем. Выбираем вектор, относительно которого все остальные точки будут слева. Каждый раз, когда мы берем точку, нам приходится перебрать все возможные точки. Из-за того, что мы каждый раз перебираем все точки и не используем никакие результаты предыдущих поисков, то алгоритм в кучем случае может быть n квадрат. Но все-таки не n квадрат, потому что значит, когда он завершается, мы проходим, проходим, дальше будет 4, 10, 7, и потом в какой-то момент мы, выбирая очередную точку, попадем в точку, которую мы были в самом начале. Очевидно, что мы когда-нибудь попадем в какую-нибудь из точек, которые мы уже прошли, если их больше, чем 2. Даже если их 2, то понятно, что там происходит. Если их там больше, чем 2, то там возможна ситуация, что мы возможно попали не в ту точку, которые были изначально, а в другую. Но из картинки видно, что это невозможно, потому что начальная точка находится все-таки правее. Так, это можно формально доказать. Интересно. Интересно. А, ну вот так. Допустим, возьмем какую-то призвольную точку, например, последнюю. Если бы первая точка была бы не левее, тогда бы... А, нет, действительно используясь тем, что у нас у Y, да, у нее... Интересно. так выбиралась первая точка с минимальным Y. Это важно, да, потому что иначе действительно мы не могли в нее не попасть и могли попасть в другую точку. Ну, так как у нас Y минимальный, у первой точки, а у всех остальных больше либо равен, означает, что если мы в какой-то момент попали в точку... Значит, у нас мы находимся с точкой Y, с Y-каординатой большей и попали в точку, у которой Y-каординаты больше. Это начальная точка у нее Y-каординат меньше. Почему не? Может быть так, что она угол будет больше? Ну, потому что если так произошло, это означает, что та точка, та точка, ее должен быть тогда угол ее когда если сравнить эти три точки относительно самой первой, тогда она должна была быть в другом порядке выбираться. но мы в первом заходе сделали именно тот угол. Кажется, так. Так, ну да, я думаю, что примерно так надо, можно было бы это формально еще доказать. Извините, а мы что доказываем сейчас? Ну? А мы что доказываем сейчас? Я хотел доказать, почему мы придем именно в начальную точку в самом конце. Почему? Ну, здесь надо воспользоваться тем, что у нее самый минимальный Y. На самом деле это могло бы быть не обязательно так. Если бы в самой первой взяли точку 9 и начали бы с нее, то у нас бы точно так же мы начинали строить вот эту оболочку так-так-так-так-так-так-так-так-так-так, а потом мы закончили бы 2, а потом пришли бы 5. То есть возможно была бы ситуация, если бы мы специальную точку первую не выбирали гарантированную граничную точку, то мы бы могли гарантированную точку выпуклой оболочки, то мы могли бы не попасть в нее. А так как она гарантированная точка выпуклой оболочки, то мы должны попасть именно в нее. Почему мы не могли попасть в другую? Ну, потому что так устроена выпуклая оболочка. Каждый раз мы пересматриваем выпуклой оболочки, а, точки выпуклой оболочки, ну да, все, вот так нам правильно сказать. Каждый раз мы точки выпуклой оболочки должны прийти в самую первую точку выпуклой оболочки, так как у нас выпуклая оболочка — это обязательно выпуклый многоугольник. То есть последовательность точек, связанные отрезками с собой, тоже лежат на выпуклой оболочке. Так, а, ну да, время работы mp, где p — это размер выпуклой оболочки, потому что каждый раз мы, выбирая очередную точку выпуклой оболочки, рассматриваем все, что было, все другие точки. В худшем случае получится n квадрат, в лучшем случае и в среднем случае, наверное, в среднем случае, здесь я не буду доказывать, это оставим без заказательства, n лог n. Я как-то пытался взглянуть на возможные доказательства, довольно сложность картина, почему на выпуклой оболочке именно логарифм точек. То есть если случайно, равномерно, случайно распределить точки по плоскости в некотором прямоугольнике, то выпуклая оболочка будет завершать логарифм точек. Вот, этот факт я не умею доказывать. Он мне кажется полезный, интересный, наверное, да, стоит когда-нибудь разобраться. Так, Грехома. Грехома немножко похож, точно так же начинаем выбирать выпуклую точку, но мы на втором шаге относительно этой точки все остальные сразу отсортируем относительно угла. Конечно, опять же, угол считать мы не будем, мы их просто отсортируем относительно того, кто левее кого. То есть если посмотреть на все вектора от этой начальной точки до всех остальных точек, мы смотрим на вектора ко всем остальным точкам и выбираем те точки, которые, а, именно, просто отсортируем их в порядке увеличения этого угла. Дальше мы по этому массиву будем проходиться, по массиву точек. Вот, перебираем, как бы относительно исходной точки будем то ближе к ней подходить, то дальше к ней подходить, то ближе, то дальше, то ближе, то дальше. И как будет устроен алгоритм Грехома? Мы перебираем точки в порядке возрастания угла и храним стэк добавленных точек. Что может произойти? То есть мы вот на основе вот этой вот картинки этого ёжика будем строить вот такую оболочку. И в тот момент, когда у ёжика появляется новая иголка, которая растет выше предыдущей, выше вот этой вот, да, то вот этот вот угол, да, вывернутый его нужно убрать. убрать. То есть убрать вот эту точку и оставить одну такую. Ну, возможно, ситуация... Да, давайте еще раз. Здесь вот берем точку, берем следующую, смотрим. Ага, с предыдущей у нас тут вывернутый угол мы убираем эту точку, оставляем только эти две. Дальше вот здесь добавляем еще одну. Пока все нормально. добавляем еще одну точку. Здесь получился опять вывернутый угол. Убираем. Остаются вот эти уже три точки. Раз, два, три. Потом берем еще одну точку. Хорошо. Замерем еще одну точку. Опять... А, нет. Опять хорошо. Потом вот эта вот точка уберется, да, будет вот так вот. И вот у нас уже построена вот такая вот, такая вот, такой кусок этой оболочки. Но может случиться так, что мы за один вход, да, когда будем добавлять вот эту точку, нам нужно убрать не только вот эту одну предыдущую точку, но две на самом деле. А может случиться, что их будет три или даже больше. То есть нам по факту надо хранить некоторый стэк добавленных точек. И при добавлении очередной смотреть с предыдущей запись. Поехала. И же экран включить демонстрацию. Есть. Что у нас сегодня будет? Мы сегодня начинаем новую тему. Услительную геометрию. Мы обсудим основные геометрические понятия и поговорим про выпуклую оболочку в 2D. Так. Геометрические понятия. Начнем с самого простого. Точка, отрезок, вектор. Точка задается либо двумя, либо тремя координатами. Вектор тоже. Отрезок это пара точек. Точки можно вычитать. Получается, будет вектор. Соответственно, к точке можно прибавлять вектор. Получаем другие точки. Вектора можно складывать и вычитать. Вот. Скалярное произведение. Как вычислять? Если у нас есть два вектора. Скалярное произведение. Это поварное произведение. Сумма поварных произведений и его координат. Длина – это корень скалярного произведения, вектор на самого себя. Есть свойство, что скалярное произведение – это произведение длин на косинус угла между ними. Поэтому, зная только скалярные произведения, умея вычитать, знаю только координаты, можно легко посчитать косинус угла. Скалярное произведение, деленное на корни из двух скалярных других произведений. Это если понадобится. Нам вообще не понадобится считать практически. Векторное произведение. Тоже важная штука, которой мы будем пользоваться и в 2D, и в 3D. В 2D у нас это произведение координат, такое перекрестное, x1, y2 – x2, y1. А в 3D это тоже такая штука, определитель такой матрицы, где IJK – это управляющие вектора, базисные вектора. Свойства есть, что длина векторного произведения, модуль векторного произведения – это произведение длин векторов на синус угла между ними. Так можно получить синус. И в 2D, и в 3D. Этот вектор, который в 3D является вектором произведения, он прибитегулярен вектором A и B. Поэтому им удобно, с помощью него удобно вычислять, например, нормаль плоскости. Если у вас есть 3 точки на плоскости, или, не знаю, что там, эти точки как-то заданы на плоскости, а, допустим, уравнения плоскости нет, то можно взять векторное произведение и вы получите нормальный. Проверка перпендикулярности. Вектора перпендикулярны, и их скалярное произведение равно 0. Но вот сравнивать, так как у нас число справочной точки будет в основном, сравнивать на 0, конечно, нельзя. Когда работают с геометрией, вводят специальную константу epsilon, договариваются о ее значении и пытаются везде правильно сравнивать. То есть сравнения на равенство каких-то значений практически нигде не бывает в геометрии. И бывают сравнения с каким-то epsilon, и они по-разному, в зависимости от того, какие у нас задачи. Если в задаче есть какие-то ограничения на координаты естественные, то там, если это ограничения, например, тысячи, например, то можно использовать фиксированные epsilon для всевозможных произведений или для сравнения сумм, разниц, чего угодно. Вот. Тут такой простой пример. Взяли epsilon 10 минус 6. И тогда, чтобы проверить, что скалярное произведение равно 0, мы проверяем, что скалярное произведение на самом деле меньше чем epsilon. Это значит, что они почти, наверное, преподигулярны. А почему мы во всем этом говорим? Потому что у нас числа с лавышей точкой хранятся с какими-то погрешностями. Точнее, не то чтобы с погрешностями, а у нас операция с погрешностями. Известно, что 0,1 плюс 0,2 не равняется 0,3. Вот. И если захочется к единице прибавить маленькое число, то меньше чем 10 минус 13 или 15 и прибавить не получится. Или 16. Что-то не помню. Векторат параллельны. То есть, соответственно, когда про перпендикулярность поговорили, мы поняли, что нужно проверять скалярное произведение. А если проверить параллельность, то для этого нужно проверить векторное произведение. Если векторное произведение равно нулю, ну точнее сравнимо с нулем относительно и целом, то считаем, что наш векторат параллельно. Вот еще важная штука, как проверить знак поворота, угол поворота. Как проверить поворот между векторами, что один векторат относительно второго, если в 2d повернут, образует там, по правилам муравчика, не знаю, левую и правую пару. Ну, в контексте задачи всегда понятно, что хочется сравнивать. То можно померить синус угла, можно померить в 2d всякие там арксинусы и прочее, вычислить углы. И этого делать, конечно, не надо. Для того, чтобы понять, как, грубо говоря, вектор находится слева или справа один от другого, нужно проверять знак векторного произведения. Прямая. Прямая насветка будет встречаться. Вообще, прямая — это множество точек, заданных вот так параметрически. Обычно задается некоторая точка, через которую проводится прямая, и вектор направления прямой, как в 2d, так и в 3d. В 2d для прямой можно указать уравнение. Одно уравнение, соответственно, в 3d нужно было бы туда два уравнения указывать. Одно линейное уравнение, и до x плюс by y плюс c равно нулю. То есть на все решения это уравнение, эти точки на прямой. Плоскость — это множество точек. Тоже также задается, может быть, задано параметрически. Относительно некоторой точки P у нас всевозможные точки, равные P плюс некоторые параметры на V1 на два вектора. Да, и есть два вектора направляющих. Не направляющих, а два вектора, которые описывают плоскость. Естественно, они не должны быть коллинеарны. Эти два вектора, они... Мы получаем всевозможные суммы, взвешенные этих векторов. Прибавляем к точке и получаем всю плоскость. Плоскость в 3d можно задать также одним уравнением, как прямую в 2d. x плюс by y плюс c z плюс d равно нулю. Да, еще очень интересное такое замечание, что если посмотреть на уравнение этой плоскости именно коэффициенты a, b и c, то эти коэффициенты — это по факту... Если взять вектор, составленный из этих коэффициентов, то мы получим нормальную плоскость. Аналогично для прямой. x плюс b и x плюс c равно нулю. Если взять эти коэффициенты a, b, то получится нормальный прямой x плюс b и x плюс c. Так, вот. Все, мы поговорили про основные понятия. Переходим теперь к теме нашей сегодняшней лекции к выкупированным оболочкам в 2d. Что мы будем делать? Мы будем строить выпуклые оболочки на множестве точек. У нас есть множество точек. Не обязательно с этим должно быть множество точек. Выпуклая оболочка может быть применена к произвольному множеству, как в 2d, так и в 3d. Мы хотим построить именно выпуклое множество. И когда мы будем говорить о выпуклой оболочке, мы будем говорить о минимальной выпуклой оболочке. Здесь вот на второй картинке это просто некоторое выпуклое множество, содержащее синие точки, а на правой картинке минимальная выпуклая оболочка, которая является для конечного множества точек, она является многоугольником. Выпуклое множество... Вообще, что такое выпуклое множество? Надо определение, чтобы было. Это множество, для которого выполняется следующее. Если взять произвольные его две точки, x, y, то весь отрезок x, y также должен принадлежать этому выпуклой множеству. Соответственно, так доказывается, когда можно доказать, что, например, круг, окружность с внутренней, то есть множество точек, удаленных от x, от некоторого центра не более чем на какое-то расстояние, но выпуклое множество. Как замкнуты, так и не замкнуты, кстати. Еще есть важное свойство у выпуклых множеств. Это существование касательных в любой граничной точке. В 3D это существование плоскости в любой граничной точке. Прежде чем говорить про дальнейшее вычисление выпуклых точек, давайте подумаем, зачем они, в принципе, нужны. часто решаются задачи какие-нибудь геометрии, когда нужно обработать пачку точек, описать некоторое множество, некоторые многоугольники. и они бывают довольно сложными. Вот, например, хочется описать зону например, в Яндекс драйве, куда можно будет оставить машину вот в некоторой области. Я отрисовываю эту область. Если посмотреть, эта область, она очень так вот по-особому устроена. Это выпуклая оболочка для упрощения. И в этой выпуклой оболочке можно заметить, что у нее углы, эти вот границы выпуклой оболочки, они находятся в основном на дорогах и потом дальше перескакивают с дороги на дорогу. И примерно становится понятно, что это какое-то расстояние от точки B, которое можно проехать не более чем за сколько-то. Или пройти, или проехать. Там по-разному бывает, если я правильно понимаю. Вот. Что это за расстояние? Это на самом деле выпуклая оболочка изохрона. Изохрона – очень прикольное понятие, про которое мы особо говорить не будем, просто оно интересное. это множество точек, достижимых из данной некоторой фиксированной точки за ограниченное время. Тут вот есть картинка, где сравнивается изохроны достижимости точек на автомобиле из Парижа и из Москвы. Я не знаю, за какой-то год взято. Вот. Розовенькое, самое внутреннее. Это за сколько, куда можно уехать за один час. Там, следующий, это сколько, куда можно уехать за два часа. Касая, касая закраска. Потом, вот такая закраска, это за сколько можно уехать за три часа. И вот желтенькое, куда можно уехать за четыре часа. Вот можно в Лондон уехать за три часа. Удивительно. Из Парижа в Лондон, через этот туннель. За четыре часа можно даже в некоторый пригород в Лондон уехать. Но при этом, это, наверное, ну вот до Испании не доедешь. Или доедешь. Нет, вроде не доедешь. Ну, видно, что в России, я так понимаю, это такой же масштаб. В России из Москвы гораздо хуже. Там нет автобанов нормальных. Вот есть вот, кстати, не видно, почему Новорига здесь так сделано. Может быть, это какая-то более старая карта. Не знаю. Интересно. Вот. Почему я говорил? Что вот из охроны полезная штука, но чтобы ее использовать, например, в драйве, вокруг нее строят выпуклую оболочку. Как можно строить выпуклую оболочку в 2D? Он говорит, ну вот здесь много разных алгоритмов. Джарвис и Грэхом мы сейчас пройдем, обсудим и разберем полностью. Эндрю алгоритм будет разобран на семинарах. Еще немножко чуть-чуть поговорим про методы, разделяя и властвуй. Все эти алгоритмы более-менее работают за n.logan. Более-менее, потому что для Джарвиса в худшем случае все равно может быть n квадрат, а остальные гарантированы за n.logan. Начнем с Джарвиса. Как одного из самых, наверное, простых, известных и про которые часто говорят. Как он работает? Убираем начальную точку, например, точку с минимальной координатой по оси у. То есть это точка номер 2 будет. И дальше начнем делать. Ищем следующую точку перебором оставшуюся точку. Убираем такую, так чтобы все остальные лежали слева от нее. Чтобы мы идем от точки 2. 9 не подойдет, потому что 5 лежит справа от нее. В том смысле, что угол поворота, если считать от этой начальной точки, он должен быть положительным между тем вектором, который мы выбираем, и всеми остальными векторами ко всем остальным точкам. Ложительность, конечно, мы должны сравнивать с помощью, не с помощью его вычисления самого угла, а с помощью векторного произведения. Куда нам потребуется выполнить всего два произведения, одно сложение и одно сравнение, чтобы сравнить две точки. Когда мы перебираем все точки, что мы делаем? Мы на самом деле ищем минимум. Здесь можно написать какой-нибудь поиск минимума с лямбой, которая сравнивает два вектора. Так как здесь сравнение транзитивно, то получается все хорошо. мы найдем минимум тот вектор, относительно которого все остальные будут слева. Дальше для точки 5 то же самое делаем. Выбираем.